К другим темам в Архангельск возвращается мировой бенди. Столица Поморья готовится принять первенство мира по хоккею с мячом среди юношей до 17 лет. Пять сборных, в которых спортсмены из Швеции, Норвегии, Финляндии и США. О том, как попасть на игры и поддержать наших, расскажет Наталья Пулина. Бенди, русский хоккей или хоккей с мячом. Этот спорт все называют по-разному. Архангельску повезло уже во второй раз принимать у себя первенство мира по хоккею с мячом среди юношеских сборных. Он пройдет с 14 по 16 марта с участием молодых хоккеистов из Швеции, Норвегии, Финляндии и США. Об этом сегодня рассказал Андрей Багрецов на пресс-конференции. Мы к этому мероприятию готовимся. Практически вышли на финишную прямую. Сборная команды Российской Федерации уже готовится в Архангельске на стадионе труд. В составе нашей команды 16 человек из 8 городов России. Среди них есть два архангельских хоккеиста – воспитанники «Водника-2002», полузащитник Михаил Шершов и нападающий Владислав Кутузов. В ноябре новоиспеченная команда проверила свои силы на сборах в Ульяновске. А сейчас готовится к мировому первенству в Архангельске на льду стадиона труд. Играли мы две товарищеских игры, сыграли сводником два. И ну просто супер. Тоже погода шикарная такая. Повезло. Дай бог, чтобы эта погода нам помогла, вот такая погода в момент проведения первенства мира. Все игры первенства мира пройдут на стадионе труд. Ледовые покрытия будут готовить перед каждой игрой соревнований. Сам стадион готов. К каждой команде будет предоставлена отдельная раздевалка. Все команды централизованы. Мы встречаем 13 числа. Централизованы везем в гостиницу для проживания. Церемония открытия пройдет 14 марта в 19 часов. А после всех болельщиков ждет захватывающая игра сборных России и Швеции. К слову, Россия абсолютный лидер по количеству побед за всю историю соревнований. Но прийти поддержать наших просто необходимо. Сделать это может каждый. Вход на вселедовые баталии бесплатный. Наталья Пулина, Евгений Зыков, Регион 29.